Мы сегодня вам расскажем об этой ягоде на нашем дегустационном марафоне, посвященной такой вкусной, полезной ягоде, как земляника садовая клубника. Сегодня такая плотная, интересная, насыщенная программа. Нам очень важно знать, какая из представленных ягод будет самая-самая вкусная. Наш дегустационный марафон открыт. Слово бывальцевой ине. Здравствуйте. В нашем питомнике представлено более 120 сортов земляники, из которых 80 традиционные, 20 ремонтантные и новинки, тоже около 20 сортов. Розово-цветковая земляника у нас есть в этом году, 6 сортов, мелкоплодные 4 сорта и земклуника 4 сорта. Наиболее частые вопросы, которые задают, как же выбрать самый сладкий сорт? Самый сладкий сорт сегодня определим, для этого сделали марафон. Но мы должны понимать, что земляника будет слаще в том случае, если она будет выращена правильно на солнце и погода будет позволять. Но все сорта, которые мы выбираем в питомнике, они все у нас идут сладкие. Кислых сортов у нас нет. Второй вопрос, как продлить потребление ягод? Для этого мы должны подбирать сорта. Есть сорта однократного плодоношения, ранние, средние и поздние. Ранние сорта, они плодоносят с 1 по 15 июля. Средние сорта плодоносят с 15 июня по 10 июля. И поздние сорта это с 20 июня по 15 августа. Для того, чтобы продлить, нужно, чтобы на участке было 2-3 сорта ранних. Один сорт поздний, 2 сорта средних и 2 сорта ремонтантных. Часто подписчики спрашивают, какие сорта или есть такие сорта, которые не дают кусок? Земляника очень много тратит энергии и сил на эти усы. И, соответственно, урожай будет меньше. Сорта со слабым усообразованием, конечно, у нас есть. Это Азия, Альба, Барон Салимахер, Вима Ксима, Кимберли, Эви 2, Золотинка. Земклуника как раз у нас тут представлена. Вот она. Можете на нее посмотреть и попробовать. Да, сорт Купчиха. Гибрид между земляникой и клубникой. Она очень сладкая. Плод долго держится на веточке. Еще спрашивают про сорта для южных регионов. Всем рекомендую приобрести вот такой вот у нас есть справочник. И там как раз все написано. Какие сорта самые сладкие, какие сорта для юга, какие для Сибири, какие устойчивы к заболеваниям. Вот в этой книжечке все написано. У нас в агрофирме поиск у нас все это здесь есть. Вы должны понимать, что если сорта, например, вы покупаете для юга, то они должны быть жаростойкие. Для Сибири зимостойкие. Для юга, например, Ханея, Альба, Азия. Популярные сорта. Вима Тарда, Аннабель. Для Сибири это Вима Рима, Вима Занта, Корона, Эль Санта. Ремонтантные популярные сорта. Это такие Альбион, Сельва, Фурор, Елизавета Всеми Любимая 2, Королева Елизавета Гирлянда. Очень еще популярный вопрос. Спрашивают, есть ли ампельная земляника. Ампельной земляники нет. Есть сорта земляники, у которых повышенное усообразование. И вот эти вот усы, они свисают, и получается, что как будто это ампельная. Но на самом деле она не цепляется ни за чего. То есть она должна расти в кашпо и просто свисать. Это вот будут усы. На усах новые розетки. Из этих розеток еще одни усы. И вот таким образом это получается длинные такие вот плети. Ремонтантные сорта все отличаются тем, что требуют особого ухода. То есть мы должны понимать, что мы каждую неделю, каждые 7-10 дней мы должны обязательно подкармливать, обязательно должны поливать. То есть если у нас нет времени на ремонтантные сорта, ну если у вас нет времени вообще ухаживать, то мы должны покупать сорта однократного плодоношения. То есть мы их посадили, подкормили и потом просто поливаем. Тогда вот они просто надо покупать ранние, средние, поздние выбрать. А ремонтантные, чтобы они плодоносили в течение всего агитационного периода, за ними нужен уход. Высокая агротехника. Еще вопрос. Когда, например, нет участка, но хочется клубник выращивать, как раз обращаемся к ремонтантным сортам. Потому что у нас в Кашпо продаются и гирлянды, и это два. А потом что с ней делать? Ее как-то можно на зимовку отправить, чтобы сохранить на следующий год? Ну, вообще, конечно, это все как бы как однолетняя культура используется. Вы хотите, если заморачиваться, то, конечно, можно, но лучше отплодоносила все, выкинули, и на следующий год купили другой ремонтантный сорт, и также он у вас на балконе растет. Просто смотрите, надо обязательно, чтобы это была южная сторона, то есть обязательно должно быть солнце, обязательно поливы, обязательно подкормки. А есть сорта какие-то, которые не нужно 3-4 года? Пересаживать. Да, хороший вопрос, правильно задали. Чтобы повысить урожайность землиники, как раз ее требуется 3-4 года. На 2-3 год это максимальная урожайность куста. И вот с 3-4 уже урожайность падает, снижается урожайность, да, все правильно. Поэтому надо обязательно обновлять. Кусты мы должны регулярно обновлять и старые убирать, потому что за старыми кустами нужен еще тщательнее уход. То есть больше подкормок, больше полива, больше рыхления. То есть нет таких сортов, которые обновления не требуют? Нет таких сортов. А ремонтантные сорта, они еще быстрее изнашиваются, потому что у них усиленное плодоношение, то есть они усиленно потребляют питательные вещества из земли. Поэтому они на 3-й год нужно менять. Какая ваш лично самый любимый клубник? Какие сорта лично вам нравятся? Мне нравятся сладкие, как и всем. Да, любые сладкие сорта. Ламбада мне нравится сорт, земклуника мне нравится, альбионы, альба – это все такие фавориты. Ну, естественно, крупные, чем крупнее, чем краснее. Вот как раз мы сегодня посмотрим и выберем, какие самые популярные сорта. Ну, давайте друг другу скажем «Здравствуйте! Здравствуйте! 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 Я рекомендовала бы со мной, Светланы, услышать, да, как работает питомник, какие сейчас интересные модные тренды. В общем, Светлана, тебе слово! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обожаю я тебя! «Обожаю тебя! Вот и все!» «Мози тандырит» «Я думаю, что каждый в пути будет жизни только в один день попробовать собоу». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok